Начался проект по карачабану, да, по установке канализации и водопровода. Проект был составлен на основании исходящих данных, которые у нас есть и в архитектуре, и в УКК. Но, к сожалению, как начались определенные работы, вскрылись какие-то сети старые, какие-то сети, мол, телекома подземные, то есть они подняли вопрос, хотя они вовремя и не своевременно не предоставили соответствующую информацию. То есть я с вами полностью согласен, когда сети-держатели систематически представляют в отдельности, и в архитектуре в УКК параллельно соответствующую информацию по существующим сетям, то есть и тогда и есть определенные хорошие перспективы развития любых проектов и, конечно же, составления соответствующих проектов. Ну, в принципе, наверное, сети-держатели по закону есть ответственность, если он не предоставил, или предоставил в неточном виде. Извините, если я предоставляю, что так, и в это время нарушили, то я уже отвечаю, я неправильно подал. Пусть, наверное, но если так взять, в основном у нас, я знаю, что было соглашение со всеми службами, со всеми коммунальными, что мы друг отеиме не брали никогда за согласование, и даже и по выдаче ордеров тоже более как-то. Но сейчас есть некоторые, что требуют уже за каждый вызов представителя денежные средства. Вот из-за того, что несвоевременно всю эту информацию не предоставил тот же Мунтелеком, потому что от того, что там существуют соответствующие сети, у нас там взялся процесс опять переоформления этих проектов, опять переоформления разрешительных документов. Мы даже немножко там еще проект поменяли из-за того, что существуют какие-то сети, которые своевременно они не задекларировали, понимаете? Вот в чем суть. И когда есть определенный порядок, можно хотя бы что-то планировать и во времени, и в финансовом плане. Потому что по пути, если там появляются какие-то сети, которые невозможно поменять, это уже доп. работы, это дополнительное финансирование, это изменения в проекте. И, к сожалению, определенные средства массовой информации не входят в суть существующей ситуации. Они просто там начинают уже просто комментировать, опять же, не изучая вопрос с негативной точки зрения. Чем по существу определить, в чем причина и из-за чего? Я полностью с вами согласен. Потому я, вот, если проектировать что-то, или какие-то капитальные работы, и, в частности, то, что касается подземных вот этих работ, я знаю точно, что представленная информация, вот ТЭЦ, или Аппоканал, или же Беллсгаз, у нас всегда актуализируется и как бы систематически представляется. Но другие сети-держатели, к сожалению, отстают от этого. То есть, я бы попросил привлечь к этому процессу и архитектурное, и бюро, и, конечно же, управление архитектурой, конечно, МКК, чтобы подать дежурные ходатайства другим сети-держателям, чтобы они актуализировали план местонахождения всех сетей. И, конечно же, эту информацию, конечно, синхронизируют здесь с архитектурой. Спасибо.